Бизнесмены, занимающиеся реализацией топлива, утверждают, они находятся на грани банкротства. В последнее время единственная компания-поставщик распределяет нефтепродукты в незначительных объемах. У предпринимателя Скребека Бегжанова две автозаправочные станции. В месяц он заказает 200 тонн солярки, однако получает только 20-30 тонн горючего. Поэтому предпринимателю пришлось перейти на лимитированное выделение топлива. Мы отправляем запрос компанию Petrosan, но фирма отдает топливо более крупным компаниям и игнорирует более мелких предпринимателей, таких как мы. Им невыгодно давать нашим компаниям. Мелкие заправочные станции находятся в сельской местности и поставщикам невыгодно нам продавать. Крупные автозаправочные сети по этой же причине не строят здесь АЗС, потому что слишком маленький объем. Мы теперь не знаем, что нам делать. Предприниматели завозили бензин и дизельное топливо через другие оптовые компании, но в прошлом году государство исключило компании-посредники с рынка. С тех пор все реализаторы ГСМ зависят от компании-монополиста. Владельцы автозаправок убеждены, что весной и осенью дефицит дизельного топлива создается намеренно. 30 лет независимости, страна богатая нефтью, имеющая три завода на 19 миллионов населения. На данный момент, уже не только сколько лет, уже на протяжении сколько лет у нас образуется дефицит горючих смазочных материалов. Бензина, дизельного топлива. Пятнарседа. Акчулаков, наш министр энергетики, говорит, что три завода у нас хватает, четвертого завода не надо строить. Мы можем полностью обеспечить рынок. Однако внутренний рынок 30 лет уже испытывает дефицит с горючих смазочными материалами. И на этот вопрос, больной вопрос, никто не может ответить. Почему это все образуется? Наша версия то, что экспорт на экспорт нефти уходит по 100 долларов за баррель. На внутренний рынок государство обязывает для экономической безопасности страны по 25 долларов за баррель обеспечивать рынок нефтью. Соответственно, эта нефть переходит потом на заводы, перерабатывается. И у нас единственный оператор, который распределяет среди предпринимателей дизельное топливо, бензин, это ТОП «Петросан». Единственный в стране оператор-продавец нефтепродуктов говорит, что действительно приоритет отдается крупным предпринимателям, так как они обеспечивают топливом аграриев. ТОП «Петросан» распределяет нефтепродукты в следующем порядке. В приоритетном порядке в рамках государственного распределения по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами в первую очередь объемы дизельного топлива распределяются в адрес сельхозтоваропроизводителей в период весенних и осенних уборочных кампаний. Далее объемы мазута распределяются в адрес социальной организации в период отопительного сезона. В следующем порядке объемы распределяются в адрес КТЖ Казахстана-Тимыржола для обеспечения НУЗ Казахстана-Тимыржола. Далее мы удовлетворяем потребности крупных сетей АЗС, дислоцированных в двух и более областях нашей страны. Но специалисты Департамента защиты и развития конкуренции, проверившие ТОО, усмотрели незаконные действия. По их словам, компанию оштрафовали на крупную сумму. Ранее, в 2022 году, на основании заключения Департамента в действиях ТОО «Петросан» установлены факты применения монопольно-высокой цены при реализации сжиженного нефтяного газа на электронных торговых площадках. В результате доход государства возвращено свыше 2,2 миллиарда тенге. В этом же году, по результатам заключения Департамента на ТОО «Петросан» наложен административный штраф в размере 600 миллионов тенге по факту злоупотребления своим дендоминирующим положением, выраженным в ограничении реализации нефтепродуктов, дизельного топлива. В департаменте заявляют, они ограничены штрафами, но предприниматели просят помочь сохранить рыночную конкуренцию между реализаторами нефтепродуктов. Даниил Архудайбергенов, Авзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова